всем привет пока меня не было появилась масса вопросов на моем канале на какие-то я ответил сразу некоторые вопросы тянут на целую тему я объясню почему сергей а как отношения на работе идут идут увольнения кому-то дают больше денег также доброжелательно все проходит и я тут ответил что вопрос безусловно тянет на целое видео но потом подумал и это даже целая тема все что касается работы отношения работника работодателя какие-то нюансы этих отношений я решил создать три видео и разделить их на устройство на работу отношения и сама работа отношения на работе и третье видео будет об увольнениях не ждите от меня никаких законов каких-то нотариальных нюансов все законы можно сегодня найти в интернете также и бланки и их заполнение и все формы поэтому я не буду свое внимание на этом останавливать а поговорить просто с точки зрения человека который с первого дня в израиле работает и на последней своей работе я работаю с 2000 года и как я устраивался какие есть нюансы ну и давайте поговорим об устройстве на работу поиск работы в израиле как и везде я не думаю что он чем-то отличается от любого другого места ищут работу в интернете ищут работу сегодня больше в интернете ищут работу в газетах как также печатаются вакансии ищут работу через знакомых ну и есть конечно очень редко когда просто обходят предприятия заходят в отделы кадров или просто в тот или иной я не знаю может быть это магазин или может быть это какое-то маленькое предприятие и просто спрашивают нужны ли работники в зависимости от того что за профессия что вы желаете найти чем вы хотите заниматься в жизни есть в израиле и учебные заведения которые предоставляют работу после учебы больше скажем так пишут в рекламах этих учреждений что возможно предоставление работы потому что опять же предоставить работу после учебы такую гарантию никто не даст ну и как же конкретно с чем мы идем устраиваться на работу смотрите я очень много отправлял факсов и мэйлов потому что обходить искать все это проще сделать сегодня сидя дома ну и основное что нужно это правильно составить свой коротхаин свою биографию здесь есть несколько нюансов есть определенная форма где в шапке вы указываете кто вы сколько вам лет семейное положение количество детей служба в армии да или нет владеете ли вы правами если у вас право на вождение машины или нет далее пишется что вы ищите кто вы по профессии перечисляется то что называется по-русски ваша профессиональная учеба учеба и перечисляется буквально можно перечислить от школы и дальше там школа училище институт или там университет делается это все как правило в израиле наоборот с последнего места если и дальше после этого идет то что связано с профессией где вы конкретно работали и вот тут есть такой нюанс при составлении вашей биографии желательно не перечислять огромное количество рабочих мест потому что любой человек берущий ваш крут хаим в руки сразу видит менял буквально каждый год или каждые два года какая причина не удерживается на рабочем месте а с другой стороны если вы укажете за всю свою жизнь всего два места работы можно подумать что вы человек не целеустремленный вот присосались к одному месту и как бы нет у вас никакого продвижения вы выполняли там одну функцию на каком-то там конвейере или в качестве кого-то там сидели в каком-то офисе поэтому вот это вот очень тонкая грань сколько конкретно мест работы и каких нужно указать это конечно можете решить только вы какие стоит указывать а какие нет в зависимости от того что вы хотите делать и куда вы устраиваетесь ну и указываются также ваши знания в каких-то там программах ваши знания языков очень обращают на это внимание причем указывается всегда какой уровень то есть если вы говорите по-русски то вы пишите русский в скобках пишите сват-м язык матери родной язык английский и вы можете перечислить уровень свободно или профессиональный или в рамках общения ну и в общем чем больше тем лучше опять же не врите желательно никогда не врать особенно когда перечисляют что работал там-то там-то и занимался тем-то тем-то и проверить это очень легко не в смысле посылать запросы в другую страну а просто когда вы придете на предприятие и скажут вот тут ты работал там-то там-то можешь это делать ты скажешь да я могу вас подведут скажут сделай если вы это не делали или делали не в плане профессионал где-то когда-то слышали пробовали и тут у вас не получится отношение к вам сразу будет другое поэтому никогда не врите я могу сказать по своему по своей фирме в Израиле у нас есть мифаль который делает который исполняет группа исполнителей и в Израиле как правило всегда очень вообще по-моему это не только в Израиле очень большая проблема найти хороших сварщиков по аргону есть курсы и сварщиков конечно много в зависимости от того кто что конкретно делает но вещи которые связаны с искусством где требуется не только твое умение варить там точками или полосами или я уж там не знаю как это конкретно происходит но и ты должен все таки быть рожь по туахту что называется мыслить как это сделать немножко прикладывать не только свои знания и навыки но и смотреть как это лучше сделать как это правильно сделать это все очень важно тем более если это не большое предприятие а маленькое предприятие которых очень очень много в Израиле когда каждое предприятие это маленький небольшой организм небольшой коллектив когда каждый зависит от другого и в эти предприятия как правило берут людей профессиональных очень профессиональных очень коммуникабельных об этом чуть позже чтобы были чтобы были чтобы были чтобы были чтобы были очень дружелюбные умели работать в коллективе помимо как урод хаим опять же в зависимости куда если вы не идете на какой-то станок если ваша сфера деятельности связана с искусством с чем-то с какими-то проектами в которых вы принимали участие вы составляете свое портфолио с чем я с одной ошибкой я сталкивался уже неоднократно в Израиле почему-то люди считают что если они делали больше ста проектов они считают что в свое портфолио нужно вложить все эти сто проектов в итоге получаются портфолио на сто тридцать на сто пятьдесят страниц я уверяю вас никто это пролистывать не будет и смотреть даже ну и в смысле в электронной почте вы пошлете портфолио после третьей страницы все никто уже не может еще последнюю посмотрит тем более когда проекты похожи выберите никто вообще больше пяти страниц не будет смотреть это не интересно и это не информативно в плане того что ну хорошо картинки красивые да хорошо участвовал ли ты там никто же не дает гарантии понимает у меня нет проблем допустим вам у меня нет причины не верить допустим тому человеку кто прислал мне портфолио но мне нам мне важно знать умеет ли он это делать а не то что он составляет портфолио хорошо да я понял поэтому три два три хороших серьезных проекта чтобы каждая страница когда вы листаете портфолио каждая страница работала они они так как допустим графики дизайнеры некоторые посылают свои портфолио и ты перелистываешь нарежешь это так инут баннеры сплошные баннеры 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 но это перестает быть интерес ну хорошо так вот тут вы участвовали в выставке и пошли битан битане 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 никому эта не надо никто это не будет смотреть потому что gere� портфолио должно быть кратко лаконично и каждая картинка, которую вы вставляете в портфолио, должна быть информативна и работать. В том случае, если вам позвонили или прислали мейл, что та или иная компания, куда вы послали свои данные, хочет с вами встретиться, происходит собеседование, как и везде. На более крупных предприятиях собеседование с вами будет проводить человек из отдела кадров или человек того отдела, куда вас возьмут потенциально. Если это маленькое предприятие, с вами может говорить сам начальник, как это зачастую бывает. Когда вы посылаете, в тот момент, когда вы посылаете свои документы и указываете годы учебы и свою профессиональную деятельность, вот один раз на это посмотрели, что-то для себя подметили и, собственно, все. Когда вы приходите на собеседование, в тот момент уже никого не интересует. Ни ваша профессиональная деятельность, ни сколько колледжа, университетов вы закончили. В Израиле очень часто вас просто подведут к станку, к компьютеру, к вашему рабочему месту и попросят сделать то или иное. Теперь... То есть испытание. Вот такое вот испытание. Всегда сложно, когда вас введут уже в проект, который длится уже какое-то время, и вы должны... Конечно, это сложно. И вы должны не только включиться в этот проект, но и еще ли так шер со всеми, кто участвует в этом проекте. Вот тут ваша коммуникабельность очень важна. Поэтому это одно из первых, на что смотрят. Смотрят на тно, улыбчивые вы или нет. Не любят хмурных. Очень любят в Израиле, когда вы не пассивны. То, что в Израиле называется пирбель. Перчик. Такой. Любят людей, как я и сказал, коммуникабельных, которые быстро находят общий язык в коллективе, которые не отдаляются, не замыкаются на своей работе. По поводу инициативы. Это очень интересно. Сказать, что в Израиле инициативы не любят? Нет. В Израиле на любом предприятии, на любом фирме работа должна быть выполнена еще вчера. Если к вам приходит заказчик заказывать тот или иной товар, ту или иную рекламу, то выполнено это должно быть еще вчера. Он хочет это получить еще вчера. Поэтому любят, чтобы работа была сделана быстро. И для того, чтобы эта работа была сделана быстро, сфера деятельности у вас открыта. для вашей инициативы. Но, опять же, каждую инициативу желательно обсуждать с работодателем или с человеком, который ведет этот заказ. Потому что, смотря в зависимости от того, какое предприятие, помимо босса, есть еще Минаэля, начальник работы. Не знаю, как это по-русски перевести. Начальник, который заведует тем или иным проектом. На что еще смотрят? Да, смотрят на ваше семейное положение. И больше всего волнует. Если у вас много детей, значит, вполне возможны проблемы. Да? Кто-то заболел, кому-то в школу, кому-то в садик. Если вы очень молоды до армии, или у вас там совсем чуть-чуть времени до армии, тоже стараются не брать, или изначально берут вас не на постоянную работу, и разговор с вами будет другой. Вообще, в Лизаре очень любят открытых людей. и обсуждаете с боссом сразу открыто. Открыто свой заработок. Есть предприятия, на которых заключается договор. В договоре все прописано. Кто вы, какая ваша функция, сколько вы зарабатываете, какая идет зарплата, либо она идет по часу, либо она идет дневная, есть и такие работы, либо она идет глобальная за месяц. Я не скажу, что в большинстве предприятий заключают договора, как раз наоборот. Зачастую договора не заключаются, но, тем не менее, есть определенные правила, которые придерживаются все работодатели. Это обязательный отпуск, это больничные, оплата больничных, это дмей-авра, оздоровительные, которые платятся раз в год. Об этом о всем я поговорю чуть попозже, во втором видео, когда будем говорить конкретно о работе и об отношении на работе. смотрят на то, любите ли вы слушать, исполнительны ли вы. Я думаю, Израиль этим ничем не отличается от другого, любого государства. Я буквально недавно, расскажу вам случай, вот буквально недавно, к нам пришел в американский парень, сварщик. и я сварщик, я там столько лет проработал, я могу и то, и то, и короче. Замечательно. Ищем давно. первая работа, которую ему дали, он ее сделал. Сделал достаточно быстро. Смотрит, насколько быстро вы делаете работу. Потом смотрит, насколько качественно вы делаете работу. Потом вы должны сделать работу быстро и качественно. Это, как правило, везде. Так вот, он сделал работу и очень много факов было там в этой работе. Ну, как бы, на первый раз окей, человек пришел, возможно, он пока плохо знает ту или иную машину, потому что сварка сегодня вся электронная, эти огромные машины, где выставляется там под вид материала, под температура и так далее. Я плохо понимаю в этом, но человек, который приходит и говорит, что он сварщик высшей категории, он работал по моему мнению, по мнению моего начальника, этот человек должен понимать в этих машинах. он проработал буквально несколько дней и был уволен. Ситуация простая. Он сделал работу и сделал ее нехорошо. и он сварил какую-то деталь, какой-то большой конструкции, часть, и я когда посмотрел, я промерил, сказал, что одно другое не влезет, там неправильно это сварили. Мой босс пришел и диском снова разрезал это все. Сам мой босс. Он сделал это вечером. Утром пришел этот парень и мой босс ему сказал, сделай это по-другому, спроси у Сергея, он тебе скажет, как это должно быть сделано. Он говорит, что? Ты мою работу разрезал? Нет, я так не работаю, это так мне не подходит. Человек должен понимать, на самом, я не знаю, или только в Израиле, так или везде, на самом деле в Израиле платят деньги не за то, что вы делаете, а за зман и тоскут. За ваше потраченное время. он не получает деньги за сделанную вещь. Он пришел и он на глобальной зарплате. Он должен отработать с, скажем, с 8-9 до 5-6. Да? В это время, как говорится, нанялся, продался. Не важно, сколько раз ты будешь переделывать одно и то же, ты должен, нужно получить идеальную работу. если тебе сказали переделать, возьми и переделай. Твое рабочее время идет, тебя никто не просит остаться после работы и переделать. Поэтому вот такое отношение, нет, я это переделывать не буду, я это сделал один раз, в Израиле никто не потерпит. Я думаю, что нигде не потерпит. Нет, так нет. вот и все. Это по поводу того, что умеете ли вы подчиняться, умеете ли вы слушать. Испытательный срок в Израиле на каждом предприятии может быть разным. Может быть, вот тут же, если ты сделал работу, то тебе и зарплату соответственно дадут сразу, а не минимум. Ну, конечно, в очень многих случаях вам дают зарплату, ну, не минимум, скажем, ну, гораздо выше, но не среднюю, конечно же, нет. К ней нужно еще идти, идти очень долго. Никто с вами в данный момент, когда вы придете сразу на предприятие, договор не заключит, заключит с вами договор, если вы действительно подходите, да, если вы выполняете работу так, как нужно предприятию, фирме, испытательный срок может быть неделю, может быть месяц, может быть полгода. По-разному. Предприятия все разные, люди все разные. Насчет этого правил нет никаких. Так же, как и нет правил по поводу того, что составлять договор или не составлять, стоит или нет. Нету по этому поводу никаких законов. конечно же большим плюсом в отношениях является служба в армии, служили вы или нет. Ну, поскольку вы улим-хадашин, то в большинстве случаях понятное дело, что не служили. Не в смысле, что к вам будет хуже отношения, просто будут смотреть на другие вещи. Ну и, как и сказал, на большие фирмы-предприятия устраиваться, конечно, гораздо проще, потому что там больше идет по штампу. Чем фирма-предприятия меньше, чем у тебя конкретный непосредственный контакт с твоим работодателем и с людьми, с тем небольшим количеством людей, с которыми ты постоянно в тесной связке работаешь, тем сложнее. Ну, а кто к чему уже приспособен, это уже зависит только целиком и полностью от каждого конкретного человека. Не думаю, что то, что я рассказал об устройстве на работу в Израиле, чем-то отличается от других стран. Я не знаю, как это сегодня происходит в России, я знаю, как это происходит в Германии, потому что у меня там семья, и все устраивались на работу, и все учились. Ну, а конкретно об отношениях на работе, конкретно о работе и как это происходит, я поговорю в следующем видео. Всем спасибо. Пока. Бай-бай. Субтитры создавал DimaTorzok